От лица главы Свердловской области, собравшихся, приветствовал первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев, который сам состоит в Союзе журналистов России и входит в ревизионную комиссию организации. Куйвышев демонстрирует очень хорошую рабочую, практическую связь журналистики с деятельностью органов исполнительной власти. В повестке конференции было несколько вопросов. Первый – о проведении очередного отчетно-выборного съезда Союза журналистов России не в 2018-м, как планировалось ранее, а осенью 2017-го. О том, какие вопросы будут подниматься на Всероссийском съезде и какие задачи стоят перед журналистским сообществом всей страны, рассказал Александр Левин. Конфликт отцов и детей, так называемый. То есть журналисты, которые вышли из советского времени, из советской журналистики, у них свой взгляд на многие вещи. У молодых журналистов, которые работают сегодня и которые родились, когда уже Советского Союза не было, а была уже новая Россия, совсем другой взгляд на многие вещи. И это тоже нормально. И вот этот баланс сил наш Союз должен сохранить. На предстоящем съезде журналистов России, по мнению представителей областной прессы, необходимо внимательно рассмотреть тенденции развития средств массовой информации, поднять вопрос о профессиональной подготовке журналистов и руководителей СМИ ввиду вступившего закона о профстандартах, а также решить вопрос о привлечении молодежи в журналистику и о том, как сделать эту журналистику интересной и не косноязычной. Руководителями, наставниками юных школьников, студентов являются кто? Классные руководители, завучи, директора. 70% репортажей – это синхроны руководителей, завучи, директоров. Это ужас, обнять и плакать, детей жалко, и думаешь, господи, что мы получим через 5-10 лет, когда они придут в профессию. Это кошмар, понимаете, такую журналистику 21 век переваривать не будет. Областной союз журналистов внимательно относится к воспитанию молодых коллег. Много всевозможных проектов, направленных на поддержку, и профессиональный рост юнкоров реализуется благодаря этой организации. Также уже несколько лет лучшему студенту журфака УРФУ присваивается именная стипендия союза за отличную учебу. В этом году стипендиатом Свердовского творческого союза журналистов стала Евгения Харисова. Тоже букетик тебе. Я думаю, что это будущий член нашего союза. Для меня это было так неожиданно. Вчера мне просто позвонили из союза журналистов Свердловской области и сказали, что вот завтра приходи, тебя ждет приятный сюрприз. Я до сегодняшнего дня не знала, что меня ожидает. И, ну, как-то так. Не могу сказать, что я шла к ней, просто учишься. Мне просто интересно, и поэтому нужно идти в эту профессию, потому что это интересно, это захватывает, это профессия мечта. В рамках встречи представителей СМИ со всего региона были вручены благодарственные письма председателям ячеек Союза открытых в городах Свердловской области, среди прочих. Благодарственное письмо главному редактору НВК Лидии Голубевой за организацию ячейки Союза журналистов России в Новоуральске. С 2015 года ведущие сотрудники Новоуральской вещательной кампании являются участниками Свердловского союза журналистов. На прошедшей конференции еще двое новоуральцев, выпускающие редактор Мария Антонова и главный телеоператор НВК Николай Ларионов в торжественной обстановке получили удостоверение членов Союза журналистов. Также телеоператоры НВК Антон Пылаев и Дмитрий Дедюхин вступили в ряды этой организации, делая общее дело вместе, создавая информационные и публицистические программы. И журналисты, и операторы работают в одной связке. Много новых лиц выбрано на эту конференцию. Это свидетельствует о том, что Свердловский творческий союз журналистов живет и существует и обновляется. Это замечательно. Есть очень много людей, которые в СМИ за кадром, что называется. Вот ваш коллега, оператор, он всегда за кадром, его не видно. А он делает очень много, и он савтор вашего сюжета, как он поставит камеру, как он возьмет кадр, как он поставит свет. Все это. Поэтому он по праву член нашего творческого союза. И я очень рад, если ваша ячейка будет пополняться именно людьми, которые за кадром. А во втором вопросе также на конференции были выбраны делегаты на Всероссийский съезд, который представят СМИ Свердловской области и донесут мысли уральского журналистского сообщества коллегам со всей страны. Никита Евсеев, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.